Доброе утро! Доброе утро! Давай-давай, танцуй, только что уже танцевала. На улице наступила зима, холода. У Пашульки, только вот никогда ее не бывает. У нас в футболочке жаркий, но... Он, видишь, это... Загорает, может, так у него. Может, впитывает. Из-за тучи солнца, кстати, самый лучший загар, да? Да. Поэтому он загорел, а это нет. Он все ходит в футболке. Так, утро начинается. У меня все еще не выздоровело. Мы едем в другой центр. Сегодня замечательная погода. Обратите внимание. Нам повезло, что хотя бы вчера мы маленько смогли там что-то погулять, что-то поделать. Потому что сегодня... Доброе утро! На Екатеринбурге наступил дождь. Да, и очень холодно стало. Очень холодно. Поэтому весь кайф. Вчера, а сегодня мы просто отдыхаем, загораем. Загораем. Красиво. Красиво. Субтитры. Короче, деревня снова в шоке. Смотрите. Как они это делают. Вы вообще видите это, нет? Это шнурки такие? Да. А выглядят как будто, ну смотри, ну просто обычные шнурки. Шнурок, подставка. Самый. Я же сейчас скажу. Астеха. Что, купила себе самый дорогой кофе? Нет, самый дорогой. Это не самый дорогой? Нет. Я дороже не видел. Ни разу. У нас начинается экшн, как сказала Екатерина Великая. В общем, мы садимся кайфуем по 10 минут. Точнее по 10 рублей, а по 1 минуте. Я как будто заново родилась. Почти. Почти. Апаха все еще кайфует. Он специально последний. Кинулся вам и тухие часы. Он так и всегда. Еще вот эту штучку он так и не съел. Смотри, как он грудьками делает, да? Правая, левая. Что ты пендриваешь? У него нали. У него нали. Он сам трясет. Вот обманщик. Вставай давай. Сейчас тоже здесь. Стренька пошла. Стренька пошла. Значит у нас проблема. Проблема в том, что нам понравился вот этот кубок обоев. Короче, я только что вышел расстроен из-за того, что Паша купил две футболки. Одна из которых была в одном размере, в одном экземпляре. Она нам обои понравилась, но он решил купить обе. Я думаю, ну ладно, пусть реально покупают. Он выходит. Он выходит. Да. Ну на самом деле на выходе я Насте сказал, что я маленько расстроен, но он купил два пакета. Это два пакета. Это означает, что теперь ты будешь на скиле. Представляете, просто я в шоке. Элементы друг, мне только парочки. Это что-то не то, тут я тебе буду сказать. Что-то тут не то. Уже страшно даже. Стоят на... О, тихо, я тоже так хочу. Мы сейчас уже скоро поедем домой, так грустненько. Да, нам очень понравилось на самом деле, очень позитивные, теплые эмоции мы испытали от этой поездки. Во-первых, то, что мы с ребятами увидели, с Пашей, с Катей. Во-вторых, то, что нам здесь реально понравился город. Немножко сегодня нас провожает плачущая погода, но ладно, что ты, не замарайся, если нормально. Мы еще приедем. Сейчас покушаем в Икеа и поедем. Всем приятного аппетита. Спасибо. Не, я не вам. Очень грустно. Ну, нам пора домой. Мы прощаемся с Пашей, с Катей. Но вы с ними не прощаетесь, потому что у него остается канал, на котором вы можете видеть его каждый божий день, только вот видео выходят редко. В общем, все. Смотрите видео на повторе, да? Да. Хотя бы на повторе. Каждый день. Так, все, мы прощаемся, а с вами мы не прощаемся. Мы проехали половину пути. Да, кстати, мы проехали половину, я ее даже не заметил только. Ну, не, все равно долго так-то кажется. Не знаю, я вообще нормально еду сейчас. Просто по сравнению с тем, как мы сюда ехали, в эту сторону, вообще я вообще не заметил. А знаешь, сколько мы проехали половину пути? Сколько? Получается, мы уже в 4 выехали. Я-то не знаю. Сейчас 5.30. За полтора часа. За полтора часа почти есть что-либо. Все, друзья, продолжаем наш путь. Большое душу новость, потому что там вообще витрина. Просто покажи, как фурчик обгоняет, и из-за него пришлось очень сильно тормозить. Здесь опасные люди. Опасы на дорогах, будьте осторожны. Ой, думали, что подъезжаем к городу, радовались так. А тут пробка. Просто пробище огромное. Тут пока не видно, но вот сзади... Сколько мы уже проехали? Уже полчаса где-то мы ехали до сюда. Метров 200-300 мы проехали, и все. Что там дальше будет, я не знаю. Но до города еще достаточно долго. Интересно, почему, да? Непонятно, с чего будет. Ура! Короче, там пробка была, блин, час-полтора мы простояли. Но потом все, поехало. Там, видимо, сужение дороги, короче, ремонтные работы, но все как всегда. Мы выжили. Ура! Наконец-то мы едем домой. А мне сейчас еще... А сейчас мне еще начало дописывать диплом, потому что завтра... Завтра предзащита у нас. Предзащита диплом, а у меня он не написан. Ну, как бы он написан, но там много надо, что исправлять. И чувствую, что вся ночь будет моя. Это очень грустно. All inclusive, епта. А тебе видео монтировать? Да, мне нужно видео монтировать. Извините, потому что они выходили не совсем как надо. Просто мы немножко не готовы были. Да. И хотели отдохнуть, но мы все снимали, то есть видео с этого вышли. Вот так вот. Так, как вы уже знаете по вчерашнему влогу, я купил стол. Нет, нет. Это полное говно, на котором я с ума схожу. Вот эта вот выезжающая хрень. Вообще его цвет, учитывая, что у нас более-менее эта комната хотя бы сейчас сремонтирована. Извиняюсь. Но вот эти вот штучки, за которых я не могу ноги туда просунуть. В общем, ужас. А так вот все равно будет выглядеть. Ну, в принципе, вот. Инструкция. Понял? Вообще, смотрите. Мне кажется, стало чуточку лучше. А? Друзья. Ну, явно ведь лучше, чем этот колхоз, который, ну, просто, я не знаю, выбивался абсолютно из стиля. А так, хотя бы уже еще на один шаг, мы ближе к красивой квартире. Вот такие люди. Смотрите. Приятно же смотреть стало. 700 рублей, друзья. Мелочи приятные. Ну, и все. Пашка, Наська устали. Наська. Мы сейчас посмотрим фильм, покайфуем, маленечко отдохнем. Завтра я буду все монтировать. И спокойной ночи. Приятного аппетита. Мелочи, ребят. Вот так. Капка. Продолжение следует...